сегодня буду делать коаксиальный кабель до этого я покупал вот такой вот кабель канар на gold snake разъемчиков не фокусируется значит сам кабель канар сделан в японии 75 ом л л тире 3s2 vs мне в общем то он мне понравился и поэтому снова купил кабель который у меня был до этого только я брал раньше черного цвета этот раз не захотелось белого цвета в общем здесь кабель это кет qx100 тоже не будет ничего видно значит по самому кабелю у него ой все медь много девяток по моему штук 5 их если не больше девяток плюс медный экран не очень он плотный ну и в общем то и хорошо не в плане конечно экранизации экрана в плане того что если было очень толстый вы хуже было разделывать вот но вообще конечно чем он плотнее тем это лучше плюс здесь еще дополнительно фольга еще одним экраном является поэтому я говорю что в принципе достаточно вот и если там совсем плотный будет экран то он вообще будет плохо гнуться вот значит вот этот кабель оказался похуже как я понял в чем в общем то разница глобальная оказалось когда вот это разделываешь кабель да то у него центральная жила состоит из множества мелких кабель очков вот но это может быть оправданно когда там борется со скин эффектом потому что при каких-нибудь мегагерцовых частотах которые не в аудио используется там выделивались вытесняется в общем то ток на внешнюю поверхность проводника а в аудио такого нету и поэтому здесь просто много права проводничков они для как сяльного я считаю хуже сказывается они из-за этого очень я думаю что поэтому он цифру и хуже передает вот кроме того в подтверждение моих слов косвенных это конечно выдумки и догадки но если посмотреть я изучал какой и на кустик кобеля да и на кустик кобеля изучал и там у них есть серии премиум excellence там референс и так далее я внимательно посравнивал в чем разница для коаксиальных кабелей между самой простой серии сам простая серия у них называется star и потом идет премиум потом идет экселенс и потом самое выше у них референс так вот вся разница была в том что в старт но самая дешманская такая серия она была извините их проводочков как вот в этом к наш там то есть он как сяльным из таких проводов я так понял что это просто какая-то экономия какое-то экономическое такое решение вот потом премиум уже начинается из одной жилы как и должно быть в коаксиале в нормальном вот там уже пошла одна жила потом в какой там дальше экселенс там лучше экраны и толще жила и в референции там ну жил по-моему еще толще и экранов еще больше там они еще лучше там материала этого экрана и так далее и наполнитель там другой вот в этом в общем-то разница была ну исходя из этого вот этот кабелек я его в принципе уже слушал и кет у меня был ну он хорошим детально все хорошо передает бандридж он был еще лучше но вот это в общем нормальный он для аппаратуры высокого уровня подходит вполне но будем конечно искать еще какой-то еще лучше потому что хотя бы на уровень бандриджа вернуться чтобы это было во вменяемых деньгах оставалось бандридж он 170 рублей по скидке стоил и этот вот он типа 200 рублей метр стоит но сейчас там в этом волк облист там сейчас скидка он 125 стоит метр вот а этот вот стоил вот не помню 107 по-моему рублей ну в общем они стоят по цене вроде рядом но вот это вот лучше значит и здесь у нас именно 1 жила вот это вот коаксиальное то же самое 75 ом вот кабель должен быть именно 75 ом не 50 ом я помню в каком-то видео уже объяснял почему вот поэтому не буду повторяться если я уже объяснял это кажется значит желательно купить нормальные коннекторы качественные коннекторы вообще в идеале там из нормального материала должно быть вот ну хотя бы как минимум да и ну вот можно посмотреть это это ненормально это просто ну дешевая но хотя бы как бы пойдет ну вот это вот я сегодня купил зашел в магазин радиодеталей мне предложили какие-то пластмассовые за 5 рублей когда я попросил нет ли у них нормальных разъемов то они долго смеялись сказали что если для красоты то типа они не возят для красоты оказывается качественные коннекторы нормальные это для красоты такие люди забавные у нас занимаются продажей радиодеталей профессионалы они считают что качественные разъемы это для красоты существует вот поэтому мне сказать что ничего нет тем более металлических вообще нету но в итоге порылись там в запасниках и нашли такую лажу какой-то вот плохо и кроме смысл такой что здесь вот типа якобы позолоченная или покрашенная чем-то похожим на золото но по крайней мере хотя бы что-то такое похожее похожее я думаю что это ну самый дерьмовый но из терпимых это не как бы ну не пластмасса который вообще выкинуть я бы не стал собирать ждать из китая нормальные покупать или из местных магазинов которые все в москве там из типы дип или из аудиомании вы еще раз какого-то нового это время и честно говоря не проще потом в китае купить нормальный я думаю я когда этот соберу принципе и с такими разъемами должно нормальный уровень обеспечить если не обеспечит то в принципе все равно сразу услышу и тогда буду думать если я не услышал разницы то значит и думать не о чем устраивать значит и ну так как этот такой дешевенький он еще я так понимаю не выбирали как можно дешевле наверняка они кстати тоже с каком теолитом и приехали просто выбранный сам дешевый внутри там у него такой вот изолятор есть кембрик поэтому сразу мы должны были одеть вот эту вот часть на кабель но я к тому что это на маленький диаметр провода рассчитана штука и в нее не лезет поэтому придется дорабатывать ну дорабатываем вот так сейчас я буду расширять эту штуку вот я вставил и теперь вы просто вот так вот кручу увеличивая дырку чтобы кто там думать что я сел и порчу стол то нет я сверху стола положил вот эту дощечку на которую я могу производить вот эти вот все нехитрые операции не портим мебель и так далее паять и так далее ну в общем то такое решение давайте пробовать лезет вот я одеваю вот эту штучку одеваю кембрик теперь будем зачищать зачищается таким образом что вот здесь вот я примерно сантиметр на самом деле сантиметр от многовато если меньше что неудобно зачищать вот потом я сразу хочу сказать я профессиональный какой-то там мастер поэтому если вы этим профессионально занимать вы сделать это сто раз лучше меня чем я полюбительски это все делаю если была нитка такая я ее оторвал вот у нас вот экран экран чисто его все иметь хорошее ну и фирма кет известная поэтому как бы сомневаться в ее качестве не не приходится конечно этот кабель не указывает что он для аудио он там для не не помню для чего короче или для телевизора или там еще что-то такое но не написано что аудио другой стороны он более-менее приличный в конце концов кабель проводник если он из офисе меди то пробуем ну я в принципе уже пробовал теперь я его скручиваю вот так вот вокруг оси у меня такая штучка получается теперь давайте примерим смысл какой что я должен его положить и вот это вот у меня оболочка белая она должна вот здесь вот такие зажимчики вот здесь с этого края и она должна лечь в эти зажимчики белая вот видно да беленькая я в зажимчики заложу сейчас он упирается и не могу положить потому что более длинный и вот я рассчитываю сколько мне сейчас лишнего отрезать будет но для начала вот еще у меня тут фольгированный экран я его тоже фольгу снимаю прям фольга такая металлическая так что у кабеля хороший экран давайте еще раз я сейчас примере уже не лишнее делать сейчас это на 3 зал сейчас это откушу давайте еще раз так ну здесь вот я еще теперь должен чтобы наш коаксиальной сам вот этот центральная жила я где-то ну вообще где-то два миллиметра на одну два миллиметра я не смену не с миллиметра жуток и и потом не очень удобно будет в отмею гру где-то внутри миллиметра может аж 4 метра помешку получилось вот смотрим обязательно чтобы с от экрана никакие волоски как у меня сейчас получилось на эту центральную жилу не попали вы смотрите здесь надеюсь видно или не видно вот штырёчек маленький такой вот у меня торчит и здесь вот хоботочек вот это кстати хобочек больно жирный я его сейчас прорежу не надо столько нам сейчас я чуть-чуть от него откушу вы скажете какой ужин да но дело в том что экран то он весь сплетеный даже если я тут перекусил откусил то все равно он тут уже есть контакты все это же вместе там все соединиться просто мне сейчас паять будет ли легче ты опять накручиваю хорошо теперь я думаю примеряю ну да да вот все идеально получается что теперь нужно в общем-то но нужно попаять немного сейчас я включу паяльную станцию нагреется удобно паять недорого это все стоит вот иначе это флюз забыл называть ладно вот флюз я покупал паяльная кислота значит почему паяльная кислота да у меня есть канифоль и так далее но дело в том что если начинаешь паять канифоль и то конкретно задолбишься канифолью паяют либо там супер профессионалы которые уже ну у них техпроцесс там идеально отработан но смысл в чем канифоль плохо работает если металл разного типа вот эти вот разъемы они если бы вот это было медь и вот это было бы иметь да там ну сможет с каким примесями я бы просто раз так щелкой канифоль и и все мне идеально припас но вот это вот сделано из черти чего вот и поэтому разный тип металлов они очень плохо появится и вот пробуйте вроде паяется вроде паяль три часа потом расы она отваливается как бы ну такая пайка понятно что нет ни контакта ничего и вы вроде сумничали там не паяли паяльной кислотой тем более это активная кислота значит в чем минус активной кислоты почему говорят нельзя паять активной кислотой ну во первых паяльная кислота активная она легко паяет вот эти вот сложные и разнородные типы металлов то есть я вот это к вот этому сейчас за 2 секунды припаяли будет прям идеальная пайка надеюсь по крайней вот ну я на самом деле это уже второй конец первый конец я уже это этим припаял отлично все появится и к тому что вы там может быть еще там какие-то странные сочетания найдете что у вас там будет не так легко но в целом это намного лучше появится чем обычным флюсом или пассивной кислотой или таким обычной канифолькой вот то есть легко появится но не рекомендуется если нужно понять какую-нибудь плату потому что это активный плюс плюс он разъедает вот вы к чуть-чуть капните дать и на плату и начнет она разъедать плату и там пойдет коррозии в итоге там могут не только дорожки как бы развалиться но может и сами элементы там с амди маленькие такие какие-нибудь элементики тоже могут сдохнуть от этого активного плюс поэтому если плату видите короче таким такой кислотой спаян и это ну короче это плохо очень поэтому это не рекомендую но я ничего не боюсь что у меня тут вот это вот развалилась это надо постараться это то есть разъема вы можете паять но когда вы сейчас будете делать да но если так же то и и и не просто там налили там как бы огромным количеством а вы из нити только ту точку куда вы будете припаивать чтобы это не коснулась все остальные конструкции и все и не будет проблем если вы припали вы можете потом еще промыть кислоты там как бы ну ацетоном тем же еще чем-то там этим как же он там называется калошей как бы промыли вот эти контактики вот этот от этой кислоты и все все отлично это будет классный контакт все будет очень хорошо вот поэтому ничего страшного вот на другой стороны в принципе кислота и пассивная тоже будет нормально для разъемчиков здесь уже гарантирован вот сейчас я этим всем припаяю у меня есть в принципе держалка сейчас никакая не нужна сейчас немножечко паяем во-первых кислотой нету смазываю это не реклама кислоты муж общей стрёмной конь кислота я говорю я не профессионал профессионалы вам расскажут мне про это все так сейчас еще увидел немножко от экрана отвалено и поэтому закручу посильнее так еще раз маша правильно кислоты ну все вроде ну и чё пробуем запаять побольше немножко нанесу отлично вот если фокусировалась то вообще было хорошо ну ладно и вторую я вот эту пипку сейчас тоже на ней нанёс немножечко побольше так это у меня готова часть осталось у меня вот эта часть я тоже на нее вот как я говорил только в той части в которой я буду хобана здесь вот я сейчас даже вот она полежит видно быть эффекта специально сейчас не буду убирать сейчас ничего не видно там все желтое дать подождем на кстати там надо немножко продолжать чтобы она начала с реакциям все это во-первых здесь пока подготовим вот я один хвостик сделан смотрите он какой длинный дай надо чтобы здесь вот у нас изолятор и я его отрежут прям по изолятор чтобы даже если как-то там изогнулся провод чтобы он не достал центральной жилы он просто ну не длинный не хватит кратил я уберу и отрываю даже еще покороче хобана совсем так нищебродски получилось не знаю видно не видно нет самому видно но тут фокусируется очень стрёмно почему-то надеюсь что там увидели как нам чего настало время не увидите в но в общем то здесь металл стал немножко красненький в точке где я активным плюсом так ну теперь давайте я нанесу олова здесь просто я беру не будет видно вот с этими разъемами еще старайтесь их не перегреть уж там внутри ну где вот центральный штырек там какая-то то какой-то наполнитель изолятор он такой не качественно очень стрёмно если конечно какой-то качественный разъем купите там будет хороший там тип тефлоны или еще что такое прикольное будет и там температура более высокий держит а здесь чуть-чуть вы перегрели вот это центральная жила она центральных хвостику оба тут этот пипка она начнет болтыхаться короче но очень нехорошо вот здесь вот я можно видеть сделал у меня там все разлилось вот если обычным обычной канифолию то я начинаю наносить олова да она не липнет и так и так она не липнет она вот может размазываться так грязно так ну не растаивая короче нехорошо вот поэтому приходится вот так вот появится такими адскими методами и на центральную пипку я сейчас с этой стороны нанесу олова все вроде так осталось собрать всю конструкцию это мне уже собранный конец и вот у нас не собранный значит сперва мне нужен помощник будет такая штука третья рука называет честно говоря если бы она была классная и жесткая большая то было бы нормально но не очень жесткая поэтому у нас тренноватая конечно лучше чем никакая но так себе сейчас я буду сперва экран припаяю потом все остальное принципе канифолька там не канифолька это олово уже нанесено я думал что все припаял ладно еще раз попытка номер 2 все припаял и остается теперь центральный хвостик перестарался с количеством олова и у меня тут немножко замкнуло пришлось олова гонять в сторону нажимаем теперь вообще да как разделка вот эти кабелей на самом деле на али на том же это продается разделка для кабелей она стоит копейки я такой купил но она еще едет стоит она от 80 до 200 рублей короче если у вас нет просто берете покупайте сюда здесь видно ладно чтобы не было никакого закорачивание вот это вот основного и сердцевинки одеваем вот этот кембри который там в комплекте шоу прозрачненький сверху вот эту штуку закручиваем корпус все у меня получился кабель чего остается остается прозвонить прозвон ставлю и проверяю контакт сперва землю допустим есть пробуем с редкой нету и теперь в общем центральную жилу пробую закорачивание зажал на центральную тюрьму есть контакт на землю нет все хорошо . кабель получился справа спаяны все осталось проверить как это все звучит ну вот и завершилось прослушивание спаянного только что коаксиального кабеля на базе квит qx100 конечно же по сравнению с канар там было без сомнения улучшение звук стал более воздушный более прозрачный на самом деле самое важное что канар он был казалось бы неплохой но в нем не хватало самой малости именно такой вот с ледяной вкусный хай-файной живости острых краев как-то вот так вот а кет он показал что такой настоящий звук конечно же явно мы получили улучшение поэтому в общем то все получилось все здорово получилось все здорово